Д�-д�-д àp-dt Привет и добро пожаловать в первое видео! Обратите внимание на этот проект, который открыт в 12 версии Evo Studio. Именно в таком замечательном секвенсоре как Evo Studio я покажу вам в принципе создания трэп-музыки. Но если вы пользуетесь каким-нибудь другим секвенсором, Например, Ableton Live или Bitwig Studio или Pro Tools. Потому что тема данного курса не как писать трэп-музыку в FL Studio, а как писать трэп-музыку. То есть я покажу принципы создания, а не то, как, используя FL Studio, сочинять трэп фьючер-бэйс и хип-хоп-композиции. То есть секвенсор значения не имеет. Имеет значение то, что вы узнаете принципы написания и создания трэпа. Начнем, пожалуй, с того, какой стоит соблюдать порядок в проекте, когда вы начинаете писать новый трэк. Какие плагины использовать и еще кое-что. Обязательно стоит сортировать инструменты по группам. Как в Channel Rack, вот вы видите, у меня есть несколько подгрупп. Так и в плейлисте. Так и в микшере. Также вам очень сильно упростит работу, если вы будете присваивать определенный цвет какой-нибудь группе инструментов. Когда инструменты отсортированы в группы, то работать значительно проще. К примеру, я присваиваю барабанам красный цвет. А тарелкам, то есть хэтам, крэшам, прайдам и другим барабанам тарелкам я присваиваю желтый цвет. Потому что тарелки делаются из меди, а медные инструменты, можно сказать, желтого цвета. Можете присваивать к группам инструментов цвета, исходя из ваших ассоциаций. Или же просто исходя из того, какой вам цвет нравится больше. Или просто по вашему желанию. Вот допустим, я захотел, чтобы у лидирующих инструментов был зеленый цвет, я сделал зеленый. Я захотел, чтобы у инструментов, которые играют в дропе, это у меня басы и жесткие лиды. Вот я захотел, чтобы у них был такой светло-синий цвет. Я поставил синий. И обратите внимание, что вот допустим у меня есть 9 ударных инструментов, и их тоже 9 штук у меня в ченнел-реке, и их 9 штук у меня в плейлисте. Вот 9 красных дорожек. Каждую разновидность инструмента следует помещать в свою группу со своим определенным цветом. Низкие частоты, то есть это саббасы и 808-е, у меня фиолетового цвета, ударные красного, желтого цвета у меня тарелки, лидирующий инструмент у меня зеленого цвета и так далее. И вот кстати вокал у меня розового цвета. Также для удобства сделайте отдельные каналы для автоматизации. И если вы работаете в FL Studio, обязательно используйте функцию Group With Above Track. То есть группировать с треком, который находится выше. Вот допустим первый у меня трек на плейлисте, это автоматизация, а остальные 3 автоматизации, они сгруппированы. Вот вы можете видеть, здесь небольшой промежутчик есть. Если я зажму клавишу Alt и нажму на верхний канал автоматизации, то у меня отключится вся группа с автоматизацией. Также я могу поступить и допустим с вокалом. Вот я зажимаю Alt и жму левой клавишей мыши по самому верхнему каналу вокальной группы. И вот врубается весь вокал. Вот почему-то удобно, но только не забывайте использовать функцию Group With Above Track. Так, вот я ее отключаю, промежуточек такой вот пропадает у группы райзеров. Снова добавляю и группа добавляется. Не обязательно кликать в самый верхний канал, можно зажимать Alt и просто в любой канал кликать левой клавишей мыши. Вот так вот. Чем это удобно? Если вы хотите послушать, как трек звучит без автоматизации, вы можете в любой момент ее отключить. Если вы хотите послушать трек без вокала, вы можете в любой момент отключить вокал. А если вам хочется услышать, допустим, на стадии сведения, что будет если отключить ударные или, к примеру, хеты, то вы можете просто отключить хеты. К примеру, вы хотите послушать, как много будет высоких частот в вашем треке, если вы отключите высокочастотные хеты. Вот вы их отключили и слушаете получившееся звучание. И затем сравниваете, снова включая группу хетов. И, конечно же, не забывайте называть ваши инструменты. Возможно, вы скажете, что это абсолютно ненужная затея, это простая трата времени. Но, на самом деле, такая вот трата времени позволит вам в дальнейшем потратить меньше времени, потому что вы не будете путаться в проекте. Если в проекте есть порядок, то порядок будет и в голове, и вы будете знать, что вам делать далее и на стадии аранжировки, и на стадии сведения, и на стадии мастеринга. Если вы на стадии сведения захотели еще как-то доаранжировать ваш проект, то вам, опять же, будет удобно, потому что вы не будете тратить время на поиск необходимого инструмента. И, кстати, было бы неплохо, если вы давали бы название даже паттернам. Это можно сделать в Channel Rack. Если у вас полноразмерная клавиатура, есть такие клавиши, как PageUp и PageDown, вы можете с легкостью переключаться между группами инструментов, если вы создали эти группы. Вот, допустим, сейчас в группе All показываются все общие инструменты, и автоматизация вся, и сэмплы, и синты, которые присутствуют в этом проекте вообще. Если я нажму PageDown, то вот у меня начнут меняться группы. Каждый раз я нажимаю кнопку PageDown, и переключаются группы. Вот, допустим, Base из группы, где одни басы, вот, Drums это у меня тарелки с барабанами, здесь эффекты звуковые. Не обязательно в группах в Channel Rack должны быть те же самые инструменты, что и разбито по группам в микшере и в плейлисте. В Channel Rack вы можете также разбивать на группы инструменты по их функции в аранжировке. Вот есть синты, как вы видите, в основном это инструменты из синей группы, но у меня еще здесь добавлен клавишный инструмент один зеленого цвета. И вот последняя вроде группы это вокал. Впрочем, я очень надеюсь, что вы поняли, как следует наводить порядок в проекте. Далее, когда вы приступаете писать какой-нибудь трек, обязательно найдите себе трек Reference, хотя бы один. Не обязательно два или три, но хотя бы один референсный трек должен быть. Reference это вообще у нас пример. То, с чем сравнивают. И заметьте, это не значит то, что это трек, с которого нужно будет снять копию. То есть сделать такой же трек, написать такой же трек, который является референсом. Просто выберите трек, который немного похож по звучанию на тот трек, который вы хотите реализовать. Выберите тот трек, который вам нравится по громкости. Выберите трек того же жанра или смежного жанра, чтобы вам потом было удобно при сведении и при мастеринге. Ну и вообще, референсный трек будет такой неплохой опорой. Вы можете сравнить трек по звучанию, по громкости, по насыщенности, по стереосоставляющей. Можете проверить, какие частоты преобладают в треке референсе. И если как-то трек референс будет звучать лучше, чем ваш трек нынешний, который вы пишете, то вы можете подогнать потом свой трек, свой проект под референсный трек. Вот я выбрал один референсный трек от музыканта Лакса. Теперь насчет того, какие плагины потребуются вам для того, чтобы вы могли открыть проект, который прилагается к этому видеокурсу. Вы, конечно же, можете обучаться и не опираясь на проект, которым я сейчас работаю. Вы можете просто запоминать и лучше записывать принципы аранжировки. Но было бы очень хорошо, если вы также бы опирались на проект. Вот перечень плагинов, которые вам потребуются. Вы можете также найти текстовый документ в папке с курсом, где будут все эти плагины перечислены. Но я считаю, что лишним не будет, если я упомяну каждый необходимый плагин в этом видео. Понадобится родной для F.O. Studio плагин, который называется Harmar. Это очень крутой аддитивный синтезатор. Понадобится также многофункциональный синтезатор X-Verse Serum. Понадобится плагин для проверки мастеринга, который называется MixChecker от компании Audified. Понадобится известный плагин Isotope Ozone 7. Понадобятся такие анализаторы, как Exoscope, Signal Analyzer, Vox Angle Span, которые помогут вам с визуальной точки зрения. И понадобится также несколько плагинов от такой компании, как FileFilter. Это Pro-L, это Saturn, неплохой ситуатор. И эквавайзер Pro-Q 2. Также понадобятся два компрессора. Это XR OTT, компрессор от той же компании, которая создала синтезатор Serum. И понадобится компрессор The Glue. Это эмулятор аналогового компрессора, который неплохо подойдет для обработки барабанов. Обратите теперь внимание на плейлист, а точнее на самую верхушку. Вот на эти маркеры. Intro, Braces, Build Up, Drop, Breakdown и так далее. Эти маркеры указывают, когда начинается новая часть трека. И да, если вы не знали, то любой трек можно разбить на составляющие. Грубо говоря, трек можно поделить на вступление, разгон, дроп или же кульминацию. Яму, когда заканчивается дроп и начинается основная мелодия. Или такой момент, когда уши слушателей могут отдохнуть. Затем снова идет разгон, который, по идее, плавно должен перетечь в разгон из ямы. Идет снова дроп или же кульминация. Вторая кульминация может отличаться от первой. И это звучит даже интересней. И это касается вот этого проекта, например, которого я вас буду учить. И после второй кульминации, в принципе, может трек и подойти к концу, а может быть и аутро или же концовка. Она может быть похожа на интро. И в ней обязательно должен быть бит, чтобы диджей мог свести этот трек со следующим треком. Если вы хотите, чтобы ваш трек играли на фестивале, в вечеринках, в клубах разных. Обратите внимание теперь на строение вот этого трека. Он начинается с интро. Это у нас вступление. Далее появляется такая часть, как бресс. Бресс это у нас труба. Или брас из интро. Постепенно переходит в более насыщенную часть этот трек. И далее, как вы можете видеть, по ударным постепенно добавляется большее количество ударных. И идет уже переход к билдап. Билдап это у нас разгон. Вот идет разгон. Даже можно это распознать по автоматизации. Дальше начинается дроп. Почему 1.1, а здесь дроп 1.2. А потому что звучание вот этой кульминационной части спустя 4 квадрата меняется. И следующие 4 квадрата звучит дроп немножечко по-другому, чтобы не было столь скучно. Далее идет яма. Причем она достаточно интересная, потому что там присутствует вокал. Для кого-то это просто вокал, для кого-то это рэп. А дальше у нас идет снова партия брасес. Но она немного отличается от первой партии. Опять же для разнообразия. Если вы видите, здесь билдап, он всего 1 квадрат длится. В отличие от первого билдапа, который длится 2 квадрата. И далее идет дроп 2.1 и дроп 2.2, который отличается от 2.1. По звучанию опять же, чтобы слушать не устал. И вот тут есть аутро в конце. Самая последняя часть трека. И последний звучок в самом конце. Как нечто завершающее. Послушаем этот трек. И перейдем к следующему видео, где начнем его создавать с самого нуля. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...